Привет дорогие друзья! Я посмел сказать несколько часов назад о том, что проведение тестов на коронавирус, так называется у них тесты на коронавирус, в одной из частных клиник Киева похоже на мародерство. Потому что, ну во-первых, по нашей информации цена завышена очень сильно, во-вторых, в Западной Европе сейчас этого не делают и более того, даже когда звезды шоу-бизнеса и футбола проходят такие тесты и говорят, ну что, все нормально, у меня нет коронавируса, так к ним, у общества много вопросов, в частности, а как это ты прошел? Целые материалы публикуются в серьезных изданиях, вангардиан, я вам сейчас покажу, да. Вот, и тут фишка в чем? Иногда люди говорят о том, как должно быть. И вот уже постфактум, да, человек, которого связывают с этой клиникой, рассказывают. В Нью-Рошеле введена была национальная гвардия, эти люди, которые помогают доставлять продукты больным и престарелым, но это только видимая часть Айтберга, а невидимая, конечно, как вы понимаете, это дисциплина. Ну да, можно рассказывать о том, как помогают, разводят продукты, как надо себя дисциплинировать, как надо любить ближнего. Мы, народ, мы прекрасно себя знаем, значит, народ духовитый, вот, и действуют украинцы, как и слаженно, только тогда, когда видят, что руководство не говорит, что надо делать, а делает. Правильно, надо поменьше говорить, что надо делать, надо просто делать, показывать своим примером. В известной песенке, да, не смотри, что я делаю, а слушай, что я говорю, вот этого не должно быть. Поэтому, пользуясь случаем, если у вас на телевидении масок нет, я вам передам, причем у нас уже появились специальные маски. О, вот тут сразу спасибочки, я как раз вам тут передам маски и так далее. И тут несравненная Елена Бондаренко как раз хочет задать ему вопрос по поводу цены этих тестов. Андрей, у меня вопрос в таком случае, в связи с предложением маски подарить ведущим, а сколько у вас сейчас стоят маски в вашем предприятии Евролаб и сколько стоит тест в Евролабе на коронавирус? Ну, маски, мол, мы не продаем, а по тестам есть кое-что. Сегодня один борзой юноша, назовем его так, обвинил меня, я к этому не имею, в том, что... Борзой юноша, я так понимаю, это даже не знаю кто. Да, а по поводу того, что владелец клиники не имеет отношения к тому, что в ней происходит, такое тоже бывает. А мы якобы задираем сцены. Я напоминаю, что тест обходится нам не в 5 евро, не в 10, не в 15 и даже не в 20. Просто было бы интересно узнать, конечно, во сколько. Но это частная клиника, это, конечно, их право вообще не говорить во сколько. Я сегодня уже прочел, там женщины некоторые экзальтированные начали писать в комментариях, что они по 100 их покупают. Да, я думаю, да, покупают по 100, а потом со скидкой делают тесты для помощи населению, да. Поэтому самая большая расходная часть для частников, которые работают, это организация безопасности забора материала, если вы понимаете, о чем я говорю. Я понимаю, о чем. Ну, это если приходит человек с ярко выраженными признаками уже, что у него есть, да, и когда вот у него брать анализы, то может заразиться медицинский сотрудник. Но фишка в том, что там не делают всем, у кого признаки. А вот просто, ну, с фонаря. Идешь по улице, думаешь, а пройду-ка я тест. И идут туда вот такие. И вот в этом кроется кое-что неприятное. Цена оказалась достаточно высокой. Но тут недоброжелателей ждет разочарование. И вот здесь вот, здесь собачка порылась. И все недоброжелатели будут, конечно, посрамлены. Потому что внезапно. Потому что все деньги, которые Евролабом заработаны, его коллективом, будут употреблены на то, чтобы закупить оборудование и нехватку материалов для соседней государственной больницы. Вот такое. Самое интересное, что Андрей Пальчевский держал этот секрет в тайне. Ну, то есть, или тайну в секрете. Ибо о том, что они собираются все деньги, заработанные Евролаб, как раз пустить на покупку оборудования, вот как раз в госклинике. Это стало известно только после того, как начали все говорить о том, что это нахрен за цены. Что это за тесты по 16 тысяч гривен. А вот после этого пришлось раскрыть эту тайну, да? Я вам это гарантирую. Я понимаю, но хотелось бы знать точную просто сумму этого теста. Я не хочу, чтобы все было выглядало как реклама, потому что, если можно, мы уникнем она. Вы знаете, я могу сказать так, что в Европе подобного рода тесты доходят до 80 евро. А на планете Катрук подобного рода тесты могут проводиться даже по 1000 евро. В условиях, в наших условиях, насколько я знаю, он стоил от 1000 до 1200 гривен. Все, ну, теперь понятно. Вот, плюс или минус и так далее. Понимаете, Лена, можно много... Вы поставьте себя на место человека, который идет против системы. Попробуйте. Если ты идешь против системы, то в твоих клиниках тесты будут стоить по 16 тысяч гривен. Как вы думаете, сколько было звонков из антимонопольного комитета? Сколько было угроз, кстати, в том числе в физической расправе одному из журналистов, который сделал этот тест? Вы понимаете, что мы имеем дело с мафиозным заговором против украинского народа? Вы не забываете? Извините, это я записывал просто и уже не сдержался. Фишка в чем? Почему мог вообще беспокоить его антимонопольный комитет? Потому что дело в том, что тесты эти все должны идти на инфекционные отделения. Для чего? Для людей, у которых уже явно выраженные признаки, вот проводится тест. Сейчас в развитых странах не проводятся тесты просто для кого хочется. Мне сегодня писали там про Латвию, про все. Давайте я говорю сейчас про Западную Европу. Хорошо, скажем мягко. Смотрите, вот это вот сняли коллеги известей. А вообще сколько они стоят? 1561 гривен. 1561 гривен? Ого. А подешевле? Ну да. Блин. Это дороговато, конечно. Есть еще за 16 тысяч. Есть еще что? За 16 тысяч. За 16 тысяч? А что это у вас за такой? В Германию мы отправляем. А, вы меня в Германию отправляли? Да. Я понял. Это вот как раз таки, это самая клиника. А тест по 16 тысяч гривен они берут, потому что отправляют в Германию. Я не знаю, где и кто в Германии принимает сейчас в такой ситуации тесты, да, возможно, с носителей коронавируса. Я этого не знаю, утверждать не буду. Но на самом деле стоимость 16 тысяч гривен, а второй стоит 1561 гривну. Из них 1500, вот здесь указано, это сам типа какой-то тест, я так понимаю, а 61 гривна это забор крови. Но мы здесь видим в анализе, там, как измерение соотношения ЛГМ к ЛГГ. То есть повышение уровня ЛГМ говорит только о том, что человек болен инфекцией. Иммунная система дала какой-то ответ. Иммуноглобинов специфичны к гриппу или коронавирусу, вроде бы как, ну, не очень-то их существует. Но там написано, что как раз таки они не измеряют коронавирус. Давайте поверим, поверим им. Сообщается, что в мире существует два вида тестов для выявления этой мерзости. Первый проводится только в лабораториях. На цепную реакцию человек берется мазок из горла или носа, в нем ищут частички вируса. То есть это не то, а тут на кровь какая-то. Второй эспресс-тест на наличие в крови иммуноглобин... Его эффективность заметно ниже первого. Он выявляет лишь косвенные признаки наличия вируса. То есть, на самом деле, можно выявить косвенные признаки, но деньги ты получаешь не за косвенные признаки, а за вполне себе, вполне реальные деньги. Причем человеку будет приятно, когда у него ничего не выявят. Ну, вы понимаете, да, наверное, о чем я говорю. Это все происходит в ситуации, когда инфекционные отделения и больницы очень нуждаются в этих тестах. Мы здесь уже говорим о моральной стороне вопроса. Вот смотрите, вот это вот практически рекламный статус. Вот, хорошие новости. В частных клиниках мы уже проходим здесь тесты и все так далее. Ее спрашивают в комментариях, чего производство тесты. Китай, отвечает она. После этого мы ищем, за сколько они могли быть приобретены, потому что говорят, что их стоимость и не 20, и не... Ну, понятно, да. Первоначально появилась информация о том, что тесты были приобретены по 5 долларов. По 5 долларов, а начали, ну, типа, проводятся там в 10 раз больше стоимостью, да. Мы читаем Радио Свобода. Они здесь мочат, как всегда, Россию. Ну, понятно, да. Почему в России сложно с тестированием? Здесь рассказывается, что связался с производителем тестов для выявления коронавируса. Крупнейшая отраслевая компания Китая выпускает те самые тесты, которыми тестировали все население Китая. Стоимость тестов закупки 4 доллара 30 центов. На Алиэкспрессе мелким оптом их продают по 12. Договорились о поставке, через 4 дня в Москве должно было быть 300 тысяч тестов. Но в России их не принимают частные клиники. Почему? Потому что это не сертифицированная продукция. Может быть хорошая, а может быть и нет, да. Что говорят об этом в США? Вот это вот стоимость их в США, но стоимость не для пациента, а для его страховой компании. И выявляют его, опять-таки, не просто у человека, я шел, думаю, дай-ка я зайду. Нет. Исключительно в инфекционных отделениях, когда у человека уже явные признаки, да. Что об этом пишут? Вот, к примеру, The Guardian. Их предлагают за 400 фунтов стерлинга за раз. Да, знаменитости, такие как Идрис Эльба и некоторые футболисты, похоже, заплатили за них. И это не одобряется всем обществом. То есть, кто-то где-то все-таки нашел по 400 евро. Ну, 400 евро это практически 16 тысяч гривен, наверное, как раз-таки вот в этой клинике он и сделал этот тест, да. На самом деле, и все общество начинает возмущаться. Эй, Алло, тебе просто торкнуло в голову, и ты пошел тест этот, ну, проверился. Это все сейчас направляется исключительно в больницы, централизованно, потому что все объединяются против этой напасти. Все общество, все медицинское сообщество. Понимаете, когда говорят, ну, это частная клиника, частная лавочка, это их личный вопрос, да. Да, конечно. Точно так же, как личный вопрос тех компаний, которые сейчас в маркетах продают вонючие пырскалки для рук по завышенной цене в 10-20 раз. Но это же их личное дело. Личное дело тех, кто продают копеечные маски по 200 гривен, вонючие одноразовые маски по 200 гривен. Это же тоже их личное дело. Просто каждый относится к делу страны, иногда как к личному, иногда как к неличному. Я в этом никакого криминала не усматриваю. Это их личное дело, что делают. Без сомнения. А наше личное дело сейчас делать другое. Потому что я считаю, что мы должны наоборот пытаться в общий котел кто чем может. И поэтому сейчас, вы знаете, что большая проблема с доставкой врачей на работу. Почему? Потому что с транспортом проблема, да. И врачам, которые находятся в области, к примеру, живут и ездят работать в клинику, они не могут туда элементарно добираться. Мы решили помочь. С завтрашнего дня запускаем в Одесской области наш партийный буз с автобусом в помощь медикам. Завтра в 17 часов первый рейс. Развезет медиков Ильичевской городской больницы города Черноморск по домам. С пятницы два раза в день медперсонал и докторов мы будем развозить на работу и с работы. В это же время мы начинаем использовать наши же бусики, которые использовались для того, чтобы развозить там агитпродукцию и так далее. В других областях сейчас у нас идет работа по штабам для того, чтобы доставлять врачей. Ибо врачи на первом месте должны быть. И Китай об этом говорили, и итальянцы. Ну, я не знаю, в странах, да, сейчас врачей просто превозносят. Потому что это единственные люди, которые не перепродают что-то, которые пытаются защитить это. Они на страже всех нас стоят. Поэтому я думаю, это очень важно. Я призываю поступать точно так же. Похрен. Вот вы сейчас смотрите, кто-то там пиарится. Кто-то пусть пиарится. Пусть пиарится, главное дело было бы. Если завтра поедут такие же автобусы, там раскрашенные, европейская солидарность или еще кто-то. Дай бог с ним. Не обращайте внимания. Главное, чтобы не врачей развозили. Потому что пока что бла-блакают многие. Мало что делают. Каждый должен, мне так кажется, что-то делать для нашей страны. Вне зависимости, к слову, от того, на каком расстоянии от этой страны он живет. Расстояние не имеет значения. Когда в сердце любовь. Все, друзья, остаемся на связи. И пытаемся что-то делать все вместе. Пока. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова